В жеребьевке, которая призвана определить, кто с кем будет играть, участвует только 8 человек. Они оказались лучшими в результате предварительных игр, проведенных в группах. Всего же победителей будет только два. Один среди подготовительных, другой среди старших групп. За всем процессом пристально наблюдают судьи. Смотрим, чтобы соблюдались правила, чтобы была проведена жеребьевка, чтобы какой-то, ну, не антураж, а чтобы дети с раннего возраста понимали, что это серьезно, что это все-таки финал. Внутренний турнир по шашкам проводится в детском саду «Ромашка» уже больше 15 лет. Руководство заведения признается, так давно было дело, что точную дату уже и не вспомнить. Но обстоятельства появления турнира известны и сейчас. Много лет назад, когда у нас работала Максима Больга Алексеевна, она съездила в какой-то детский сад, принесла идею, что можно проводить турнир по шашкам. Тут я вспомнила, что я когда-то сама играла в шашки, что это замечательно, увлекательное мероприятие. И мы стали проводить турнир по шашкам. За долгие годы турнир стал важной частью образовательного процесса. В нынешнем году в отборочных играх приняли участие 160 детей в возрасте 5-6 лет. Во-первых, это занимательно, во-вторых, это познавательно, но и развивает мозг, естественно, детям, где можно заниматься и дома, и в детском саду. Много пространства для этого не надо, достаточно иметь доску и шашки. Как и положено, в финал вышло только 4 игрока. После упорной, и надо признать, не очень продолжительной борьбы, судьи вносят в турнирную таблицу имена победителей, а проигравшие едва сдерживают слезы. Победителем оказался Власов, Федя. Гражданкин Владимир. Награждение проводится в формате веселого детского праздника, на который приглашают и родителей. Дипломы и медали получили 24 участника турнира. Немаловажным аспектом состязаний руководство детского сада считает воспитание, воля к победе, стремление к успеху. Была минута славы? Да. Вы ее заплатили? Получили свои награды и подарки от спонсоров и 8 полуфиналистов, и, конечно, абсолютные победители турнира. Владимир Гражданкин из старшей группы и Федор Власов из подготовительной. Кто знает, может быть, мы стали свидетелями начала большой спортивной карьеры. Максим Козлов, Кирилл Иванов, Елена Кошелева. Видное ТВ.